Вы мечтали увидеть игру о России? Вот она! NextRP это бесплатный симулятор жизни в открытом городе, где ты можешь набить морду гопникам, погоняться с полицией или заняться мирной жизнью. Открыть бизнес по прокачке авто, например. Или пойти на нормальную работу. Огромный мир ждет тебя, здесь у каждого своя роль. Скачивай по ссылке в описании и начнай играть уже сейчас. Когда я вышел из кинотеатра, я подумал, ну, нормально, это было не так уж плохо, мне в каком-то смысле даже понравилось. Но потом я вспомнил начало этого фильма. Увидев первые бомбежные рецензии на нового Терминатора, я, как всегда, предположил, что, ну, фанаты вечно любят излишне драматизировать, это же фанаты. И они просто не хотят принимать для себя что-то новое. И я подумал, ну, я тоже фанат, но при этом я не против принять что-то новое в рамках этой вселенной, как бы. Почему бы и нет? Стоять на одном месте нельзя, и что-то новое придумывать тоже можно. И с этой мыслью я спокойно, ничего особо не ожидая, пошел на фильм. Ах ты ж, бля... Ребят, как вы хотите, но в этом ролике будут спойлеры. Потому что говорить без спойлеров об этом фильме очень и очень трудно. Да и со спойлерами о нем тоже сложно говорить, но все же. Главная проблема этого фильма вовсе не в том, что он сюжетно, считай, повторяет самого первого Терминатора с некоторыми вкраплениями второй части. Вовсе не в том, что в нем совершенно незапоминающиеся персонажи и мискаст местами полный тотальный. И вовсе не в том, что в нем совершенно незапоминающийся саундтрек. Так, проблема в том, что он без преувеличения обесценивает первые два фильма. Первый фильм — спасение матери Джона Коннора, чтобы он сам родился. Второй фильм — спасение самого Джона Коннора. Третий фильм, то есть теперь «Темные судьбы» отменяют. Третий, четвертый и, прости господи, пятый фильм, и все, теперь «Темные судьбы» — это официальная третья часть. Так вот, третий фильм, первые пять минут Джона Коннора убивают. Прямо вот так, без церемонии, без каких-то плавных подводок. Не через, там, 10, 15, 20 лет, а просто спустя через 4 года после событий второго фильма. То есть, если второго фильма происходит в 94-м году, а этот фильм начинается в 98-м. Нам показывают Молду Сару Коннор, а моложеному ж такого никогда не видели, должны аж офигеть, да? Молдого Джона показывают, и приходит непонятно откуда взявшийся Т-800, опять же, омоложенный Шварценеггер, и тупо без всяких там церемоний убивает его из дробовика. Прямо при Саре Коннор. Все, разумеется, в шоке, Сара в шоке, зрители в шоке, и, как бы, откуда этот Т-800 взялся? Он что, прибыл вместе с Т-1000, просто не мог их найти все эти годы и нашел, просто выпилил их? Я типа, охренеть, вы просто взяли и просрали персонажа, вокруг выживания которого была построена вся франшиза! Потом начинается основной сюжет, снова появляется Терминатор из будущего, снова хочет убить новую будущую главу Спасительницу Человечества, и так как это будущее поменялось, то новым лидером будет другой человек. Ну, те же яйца, только в профиль. Реально, просто взять и слить, так бездарно слить персонажа, вокруг которого строился весь сюжет о Терминаторе, ну, это надо, я не знаю, реально ненавидеть своих фанатов и ненавидеть эту вселенную. У меня такое чувство, что Джеймс Кэмерон вместе на пару с Ридли Скоттом впал в старческий маразм, раз одобрил это сценарное решение. Он говорил, что ни разу не появлялась на площадке, но вводил какие-то сценарные правки. Готов поспорить, он потом скажет, что я вообще был против этого решения, но они сами виноваты, что не приняли мои сценарные правки. Они говноеды, а я молодец. Идите на аватары в кино 2. Смерть Коннора выглядит настолько бездарно и на отвали, что я не удивляюсь, почему они не пошли дальше. Они могли бы сделать так, показывают забот, все кончено, Т-800 уже уничтожился, Джон наклоняется вниз посмотреть, правда ли он утонул, поскальзывается и падает следом. Типа, то же самое было бы, блин, не знаю, даже смешно от этой нелепости. Понятно, что вы хотели ввести в игру новых персонажей, а старых вывести. Окей, но не таким же бездарным и тупоголовым способом, ну серьезно. То есть, в теории, то, что будущее поменялось и Джон Коннор уже не важен, это отличная идея. В том плане, что можно было показать драму человека, который с самого детства сжил с мыслью, что он в будущем поведет за собой остатки человечества, и когда будущее поменялось, он начинает рефлексировать и думать, что, блин, если он уже не важен, то на кой черт он уже нужен. И потом он вместе с Сарой уже, ну, он был бы взрослым, она была бы той же старой, они бы вместе этой новой бабе, которая должна стать новым лидером сопротивления, они бы вместе ей объясняли, каково это быть вот жертвой будущей спасительницы человечества, так как они были на ее месте. Что как бы делает Сара, но это выглядит типа так, типа, не кисни, ясно? Несмотря на то, что в фильме хорошая графика, она гораздо лучше, чем в Генезисе, в целом добротный экшен, хотя непонятно, откуда там рейтинг R, там кровища была... Тут-тюд, столичка совсем крошечка, я не понимаю... Новые персонажи, они просто как бы, ну, никакие. Ну, новый Кайл Рис, это персонаж Грейс из будущего, которую сыграла Маккензи Дэвис, она играла в Бегущую по лезвию и в одной серии Черного зеркала. Она как персонаж прикольная, именно как концепция, что это не просто человек, а именно киборг, то есть это киборг, человек с киберулушениями. Но все равно она как-то не особо-то и цепляет, разве что. Новое спасительство человечества тоже никаких эмоций не вызывает. То есть суть в том, что они вроде бы каждого персонажа прописали, каждому дали мотивацию, но на них все равно плевать. И ради этих вот персонажей вы убили Джона Коннора? Пошли вы! Единственное, кого тут реально жалко, это Сару Коннор. И не столько я жалко персонажа, сколько вот жалко ее с той стороны, что с ней сделали сценаристы. Вот. И персонаж Т-800, это, ну, в роли снова в его играет Шварценеггер, и да, это тот же Т-800, который убивает Джона в самом начале. И, внимание, когда он убил Джона, он переключился в режим самообучения и пошел искать себе новую цель. Он нашел себе семью и стал, как бы, типа, мужем и отцом. Ну, там, приемным, он, как бы, не пехался с той женщиной, которую спас. То есть он завел себе семью и начал, как бы, жить с ней. И говорит, что после того, как я отнял у тебя сына, я понял, что ты потерял, и теперь я шлю тебе сообщения о Терминаторах, чтобы ты их уничтожала. У меня появилась совесть. Типа, блин, это так странно выглядит, просто, что персонажи просто не знали, что делать с персонажем Шварценеггера. Вот серьезно. Мы должны вставить туда Шварценеггера, сделаем это так. И это, возможно, имело бы смысла, если бы, окей, он 27 лет, там, учился быть человеком, но он ведет себя не как человек, а как тот же Терминатор, который был во втором фильме, который, которого Джон обучал всего пару дней. То есть никакого прогресса совсем. И это далеко не единственная проблема фильма. Если бы этот фильм доверили снимать мне, я, во-первых, бы, тупо съемки отменил бы нахер. Ну, в общем, я бы, во-первых, как я уже сказал раньше, показал бы драму именно самого Джона Коннора. Как человек справляется с тем, что он больше не важен, и пытается спасти другого человека, который теперь важен, и он объясняет тому, почему на тебе нужно выжить. То есть, ну, вы поняли мою мысль. Да, такое отчасти было в третьем Терминаторе, там он стал бомжом и рефлексировал от этого, думая, что судной идеи не наступило, и он нахер нужен. Но он там все же был нужен, как бы, формально. Сам-то персонаж ни хера не менялся за фильм, но все же. Всякое-то было бы лучше, чем убийство такого культового персонажа в самом начале. Я бы, возможно, сделал так. Это, скорее всего, тоже говно идея, но, камон. В 80-х, 90-х была актуальна тема именно искусственного интеллекта, страха перед ним, перед компьютерами, и что компьютер сбесится, всех нас нахер убьет, это было актуально. Сейчас компьютеры везде. Искусственный интеллект в камерах, в телефонах, там, бру, на компьютере, нейросети. Это уже, типа, уже не в новинках, это уже наша реальность. Я бы сделал, возможно, типа такой сюжет. Снова появляется Терминатор, снова пытается кого-то убить, но сюжетный поворот в том, что он не из будущего, а из настоящего. Это тест какой-то технологии по ликвидации неугодных, ненужных людей. И все это разработала какая-то там полулегальная, секретная военная организация. А человек, которого он пытается убить, это либо какой-то неугодный для них человек, либо просто какой-то левый хрен, и потом на его защиту вставал бы кто-то из той организации, который посчитал бы, что так нельзя. То есть я бы показал мысль такую, что главное зло тут не компьютер, не технологии, а люди, которым в рукам попадает эта самая продвинутая технология, как они ее используют. Вот. Как-то так. В одной из рецензий этот фильм сравнили с пробуждением силы. И я с этим согласен. Так бездарно слить персонажей, культовых персонажей, персонажа, это правда очень похоже на пробуждение силы. Правда, этот фильм пробуждение силы даже превзошел. Что там? Этот фильм превзошел даже последних жедаев. А это мать его достижения. Всего плохого. Субтитры сделал DimaTorzok